В общем, ребята, я еще нахожусь в этом городке, где начал день. Хочу сделать небольшой видос про этот город, вон горы. Такой вот вид, очень красивый здесь, на самом деле. Вот это я не пойму, то ли солнечные батареи стоят. Походу, делал, да, солнечные батареи. Здесь такая эрестерия. Я хотел мыться, а пришел в этот эрестерий, а там мужик разделся до трусов и стоит возле сушилки. До сих пор он. Я не стал его тревожить, пускай дальше сушится. Не знаю, что с ним случилось. Здесь такая магазинчик, такие улицы. Вообще все пусто. Ну, сейчас время 6 часов утра, еще раз говорю. Но, несмотря на то, что дороги тяжелые, но красиво очень. Я не знаю даже, как передать вам это все дело. Даже чайнис фут есть. Очень тяжело вести машину, тем более легковую, а вен груженый. И пытаться снять дорогу. Это тяжеловато сделать. А вот, видите, вот эти звездочки, поход делала солнечная батарея. И даже есть заправка для этого... Для электромобиля. Вот она. Видите? Мне вот такие вот строения, они напоминают Нью-Мексико. Нью-Мексико, Аризона. Токен-Типи. Это, наверное, какие-то курительные смеси продаются здесь. Я просто хочу, мне самого интересно, посмотреть этот город. И немножко пройтись, потому что... Весь день, когда за рулем сидеть, надо, чтобы... Кровь побежала по телу. Так прохладно было. То есть... Ну, в горах холодно уже. Я не знаю, сколько градусов, но... Цены, конечно, на бензин здесь дорогие. Дорог бензин стоит. Гостиница... Ну, вообще, куда ни посмотришь, везде горы. Но трейлер, трактор трейлер паркинг. Я бы здесь не смог припарковаться на трейлере. Имеется в виду на Кахоллере. Почему называется Кахоллер? Наверное, потому что он держит машины. Кстати, что сказать? То, что на Вене пока попроще работать. Такие виды открываются здесь. Везде горы. Я вот думаю, сколько вообще нужно было времени для того, чтобы построиться, чтобы вот это все сделать. Люди собак выгуливают, либо собаки выгуливают людей. Он чел сидит, отдыхает на стульчике. Вон, кстати, можно увидеть на горе, на это какое-то здание такое, желтого цвета. Не знаю, что это такое. Я, наверное, сейчас дойду дошел к заправке. Вон, в восход. Дойду до заправки и моешься, наверное, все-таки. Солнце восходит, видите? О-ла-ла-ла. Здесь Colorado Mountains Time, то есть в горное время есть Eastern Time, восточное время. Центральное время, это там, где Чикаго и Генебраска. И Mountain Time, это где Colorado. И потом есть западное время. По-моему, он называется как-то Pacific Time, что ли. Это вот там, где Калифорния. Флаги здесь все. Приколы тут эти вот человечки. В Немексике есть такие, в Аризоне тоже. Солнышко восходит. Есть такой город, Седон, в штате Аризона. Вот он почти что весь состоит из такого цвета. И гостиница, все что-то. Все тоже такого красного цвета. Доброе утро, Colorado. Да, я здесь, кстати, не помню, что я тут был. Я был в Colorado, но... Даже когда мы в последние разы приезжали, мы сюда не заезжали. Мы здесь не были, это факт. Зимой, наверное, здесь круто. Холодно, наверное. Бывает такое, что холодно. Знаете, иногда бывает. Едешь и по радио говорят. Самое холодное место... Там бывает, колорадо. Там... Я не знаю, там минус 40, что-то там. Самое жаркое место... Долина смерти в Калифорнии. Вот так вот. Солнце встает. Вот. Бывает и такое тоже. Люди просыпаются сейчас в мотеле. Парашюты им. Вот так тоже называется. Местный этот. Доставка бензина. Желтая ща. Это, наверное, для дизелей. Для траков. Рокки Монтэнс Сторис. Ну, да, здесь это дизель. Кстати, хорошо, потому что траки здесь все-таки и бывают какие-то. Вот, к примеру, один стоит заблудший. Вот. Но я говорю, что дорога очень красивая, но очень тяжелая. На легковушках мы ездили здесь. Получали удовольствие. На вене я, может быть, еще не привык к этим габаритам вены. К тому, что все-таки вен груженый. Два палета, я не знаю с чем там. По три с половиной тысячи. Может быть, полторы тысячи. Три тысячи. Этого. Полный груз. То есть, это натянет. Вот такой вот. Такие колесики. Были раньше. Огайо. Форд. Интересно. Наверное, на зиму его убирают, а то иначе бы он проржавел здесь от снега. Ну, так вот привозили бензин. В такие горные места, конечно, привозить бензин на такой Тарантачке, это дорогое удовольствие. Коллектор. Ну, да, коллекция чья-то. Наверное, выставили на показ. Сейчас даже фон записан. Прикольно. Вон. А вон ковбой местный, житель. Соложка все поднимается, поднимается. Сейчас надо уже ехать. Калифорнию ждет нас. Колорадский ковбой. Что-то он как-то после Будуна получается. Как-то он не ровно стоит. И где-то половину своего шлемака он потерял. Своей шляпой. О, кто-то даже от Сапуського стоял. Наверное, что обвернуться. Ну, пускай. Возвращается. Так, типа. Зачем. Такие вот виды тут открываются. Вот, тоже, наверное, для дизеля. Или для дизеля, или для бензина. Ну, у меня вроде бы я недавно заправлялся. Поэтому у меня с бензином все нормально. А, ну. Сейчас посмотреть, сколько насадят. Ладно. Зачем пошла эмуляция? Ну, ключ.